С вами Николай Пивенко в проекте Дата. Сегодня 20 мая, Всемирный день пчел. Международный праздник, который отмечается в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши. Он видный специалист в пчеловодстве и новатор, автор нескольких трудов, которые заслужили мировое признание. Всемирный день метрологии отмечается сегодня, связан с подписанием в Париже в 1875 году Метрической конвенции о научно-техническом сотрудничестве 17 государств, включая Россию, в лице Петербургской академии наук. В настоящее время организация насчитывает более 50 государств-участников. Сегодня также Всемирный день врача-травматолога в России и в некоторых странах травматология составляет самостоятельную клиническую дисциплину. Для лечения тяжелых травм с 60-х годов прошлого столетия стали создаваться травматологические центры. Сегодня все Поволжские регионы России отмечают еще один день. День Великой реки, День Волги. Она одна из крупнейших не только в России, но и в Европе. По замыслу акция должна привлекать внимание общественности и властей к проблеме сохранения Великой Волги. У родившихся в этот день в 1799 году появился на свет Аноре Бальзак. Французский писатель, классик мировой литературы Аноре де Бальзак официально написал 74 романа, но каждую свою книгу он мог изменить полностью до 16 раз. До того, как подписывать книги своим именем, писатель создавал бесчетное количество повестей, романов и рассказов под всевозможными псевдонимами. Точное количество книг Бальзака до сих пор неизвестно. Писатель спал два раза в день с 6 до 10 и с 18 до 22. Остальное время, это 15-16 часов, он работал над книгами. Ну и конечно мы с вами получили в наследство от великого француза это знаменитое словосочетание «женщина бальзаковского возраста». 1939 год, день рождения народного артиста Романа Карцева. Начинал в самодеятельном Одесском театре, потом был Ленинград, где он вместе со своим постоянным партнером Виктором Ильченко, пришел к Аркадию Райкину в театр миниатюр. Став лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады, Ильченко и Карцев начинают самостоятельную работу. Долгие годы автором этих номеров выступает сам Жванецкий. С уходом из жизни Ильченко Карцев создает новый неповторимый образ трогательного, смешного, маленького человека. 1944 год, день рождения Джо Кокера, английского соу-певца. Прежде чем стать звездой, он успел поменять несколько профессий. Судите сами, работал газовым механиком, упаковщиком в магазине. Известность приходит в 68-м, когда он исполняет одну из бетловских композиций. А взлетом, конечно, можно считать фестиваль в Удстоке. Тогда Кокер запомнился зрителям своей невероятной, эмоциональностью и способностью выложиться до конца. Кокер вошел в историю как прекрасный исполнитель не только своего репертуара, но и всем известных мировых хитов. Но делал он это так, что чужие песни приобретали свой кокерский авторский почерк. 1946 год, день рождения Шерлин Саркисиан Ля-Пьер. Шер приходит в этот мир. Американская певица-актриса известна не только как поп-исполнительница, но и как автор песен и музыкальный, между прочим, продюсер. В кинематографическом бизнесе она также поработала вне кадра и попробовала силы как режиссер. Став знаменитой певицей и актрисой, Шер как-то призналась, что своим успехом полностью обязана матери, которая всегда была для нее главным источником вдохновения. 1950 год, день рождения Леонида Володарского, советского и российского переводчика, писателя, радиоведущего. Известен главным образом как синхронный переводчик многих фильмов, которые появились на видеоэкранах в эпоху позднего СССР. Он озвучивал самые разные кинофильмы и запомнился всем необычным голосом. Почему-то все считали, что у него прищепка на носу, потому что говорил он примерно вот таким голосом. Ну а мне особенно приятно поздравить Леонида Володарского, потому что мы много лет работали с ним вместе. Ну а в 1958 году родился народный артист России Алексей Гуськов. В 1967 году актер и певец, заслуженный артист России Гоша Куценко. События этого дня. 1742 год. Русский полярный следователь, морской офицер Семен Челюскин с тремя солдатами на оленях и собачьих упряжках достигает северной оконечности полуострова Таймыр. Челюскин проходит более 6000 километров при 50 градусном морозе. А в 1919 году норвежский геофизик Харальд Свердруб, член экспедиции Амуцена, установил, что этот мыс, который ныне по заслугам носит имя Челюскина, самая северная точка Евразии и материковой суши вообще. В 1887 году в ограде Шлиссельбургской крепости повешены народовольцы. Генералов Андреюшкин, Осипанов, Шуверев и старший брат Ленина Александр Ульянов. Утром 1 марта злоумышленники отправились на улицу и провели время в ожидании царского проезда в собор Петропавловской крепости, где, кстати, должна была происходить заупокойная служба по Александру II, который был убит в тот же день, 6 лет назад. И тут террористов арестовали. Суд приговорил к смертной казни 15 человек, но Александр III утвердил высшую меру только пятерым. Владимир Ульянов поклялся, как известно, отомстить за смерть брата, но решил, как нам теперь всем известно, идти к цели другим путем. 20 мая 1942 года опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении Ордена Отечественной войны. Им награждаются лица рядового и начальствующего состава, которые проявили в боях за советскую родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск. Награждение Орденом Отечественной войны может быть повторяемо за новые подвиги и отличия. Впервые в истории наградной системы перечислялись конкретные подвиги, за которые отличившийся мог быть представлен к награде. Статут Ордена Отечественной войны первой степени предусматривал 30 различных боевых ситуаций, а второй степени 25. События этого дня. 1873 год. В Петербурге проходит первая публичная демонстрация электрической лампы для уличного освещения, созданной электротехником Александром Ладыгином. В этот день изобретатель производит первый опыт освещения улиц при помощи электрической лампы накаливания. Ладыгин впервые в мире вынес лампу накаливания из кабинета физики на реальную улицу показал ее практическое применение. Привилегии на изобретение Ладыгину были выданы во Франции, Великобритании, Бельгии, Испании и других странах. Только через 6 лет после Ладыгина, в октябре 1879 года, первый опыт с электрической лампой накаливания проделал американский изобретатель, да-да, тот самый Томас Эдисон. Первые образцы ламп накаливания Ладыгина имели очень малый срок, всего около 40 минут. Однако после усовершенствований долговечность ладыгинских ламп увеличилась до 1000 часов. Да будет свет! С вами был Николай Пивненко в проекте ДАТА.